теперь вопрос к россиянам а вы кто достаточно ли было у вас страдания чтоб проснуться или вы также будете оставаться я имею в среднем я не конечно есть исключение но в среднем будете ли вы животными или нет или вы сможете преодолеть свое рабское начало почему я об этом говорю по двум причинам первое если сейчас вы не встанете и не остановите и не будете сопротивляться то завтра у вас в стране начнут открываться концлагеря концлагеря потому что другого способа заставить действовать для войны эту страну нет понимаете нет то есть если вы ничего сейчас не предпринимаете завтра вы в концлагерь о как интересно и теперь вопрос на что может помешать что может что может притормозить только опора опора духовная опора на украину потому что украина сейчас уже демонстрирует россии как нужно действовать как нужно отстаивать свою свободу понимаете украина становится лекарством образом подражания для россии которая может в конечном итоге спасти россии понимаете как интересно опирайтесь например и начинаете действовать потому что еще раз повторяю если сейчас не просыпается россия что происходит логика очень простая завтра в россии будут концлагеря хотите вы не хотите так будет так это устроено теперь что касается европы европа тоже на грани уничтожение демографическое убийство происходит в европе европа не понимая слов и понятий свободы поклоняется псевдо свободе и потому ведет себя уничтожение и точно также только украина может сейчас спасти ну вы вдумайтесь свобода это не то что я могу выполнить любое свое желание свобода настоящие то когда я могу отказаться от любого своего желания это настоящая свобода потому что если я смаз рассматриваю свободу как нечто чтобы я мог выполнить любое свое желание то можно сразу понять что не все желания можно выполнить то есть на два желания которые я смогу выполнить у меня будет 22 которые я не смогу выполнить и такой подход к свободе говорит о том что я изначально не свободен верный подход к свободе это возможность отказаться от желания и вот если украина будет ретранслировать вот это понимание свободы настоящей тогда она добьется очищение не только у себя но и в европе эти понятия лгбт они просто отпадут потому что свобода не в том чтобы услаждать чувства а в том чтобы уметь отказаться от услаждения чувств ради ради своего народа ради своего будущего понимаете как интересно что ж примером украина может стать в двадцать четвертом году изменив свою конституцию пройдя вот эти трудности она может взять флаг настоящей свободы настоящей свободы и повести за собой этот мир вот такое мое убеждение теперь еще один интересный момент в двадцать четвертом году будет окно для украины в двадцать четвертом и двадцать пятом будет окно для россии когда можно что-то изменить я обращаюсь сейчас к наставникам этих наций настоящим наставникам учителям те тех людей которые действительно болеют переживают за страну и хотят ей счастье в эти моменты нельзя проще как это сказать простите пропустить это те моменты когда вы должны все бросить оставить все свои личные дела и заниматься политикой запомните простую вещь пока вы не будете заниматься политикой вас просто будут по одному превращать в животное что сейчас очень хорошо видно итак двадцать четвертый год все наставники украины должно быть в парламенте там не должно быть ни одного простите меня торговца ни одного и то же самое в двадцать пятом году 24-25 должно быть в россии это единственный шанс спасти россию